Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Конаковский район. В ходе рабочего визита глава региона побывал на одном из ведущих фармацевтических предприятий. Верхнего же осмотрел корпуса местной района болиции и встретился с общественностью муниципалитета. Рабочий визит главы региона в Конаковский район по традиции начался с возложения цветов. Вместе с советником президента России Владимиром Васильевым Игорь Руденя почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориального комплекса сержанту Васильковскому. В 2020 году здесь была проведена реставрация. При его осмотре Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории комплекса. Следующим пунктом рабочей поездки стало предприятие «Фармконцепт», где производятся лекарственные препараты. В феврале 2017 года на российском инвестиционном форуме в Сочи между правительством Тверской области и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по расширению и модернизации производства антибиотиков в регионе. Заявленный объем инвестиций – 830 миллионов рублей. Мы выходим на полную мощность где-то весной 2022 года. В любом случае цех уже построен, сдан в эксплуатацию, уже часть линий запущены. И к весне 2022 года, я думаю, что мы запустим уже и две лаборатории, и оставшиеся линии. В 2022 году планируется расширить перечень выпускаемой продукции, начать строительство основного цеха синтеза субстанций для изготовления лекарственных средств. Сейчас ее поставляют из-за рубежа. Также будет создан складской комплекс площадью в 2000 квадратных метров. Продукция, изготавливаемая на предприятии, поступает в лечебные организации по всей стране. В том числе, конечно, и в Конаковскую центральную районную больницу. Здесь глава региона ознакомился с работой регистратуры поликлиники, станции скорой медицинской помощи, кабинета компьютерной томографии. Новый современный кабинет КТ в Конаковской ЦРБ был введен в эксплуатацию в феврале текущего года. До этого было отремонтировано помещение под его установку. С момента открытия здесь проведено уже более 4000 исследований. Как отметил Игорь Руденя, дальнейшая работа по модернизации медицинского учреждения будет продолжена. Сегодня мы видим большую потребность в комплексе модернизации и поликлиники, и центральной районной больницы. Были дополнительные пожелания по территории, поэтому все это будет учтено в формировании планов уже на 4 квартал 2021 года и 2022 год. Вопросы здравоохранения обсуждались и в ходе встречи с общественностью. В разговоре также приняли участие советник президента страны Владимир Васильев и руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. Глава региона обратил внимание на необходимость более активного участия района в областных программах ремонта дорог, дворовых территорий, поддержки местных инициатив. Важно и далее развивать промышленные предприятия, туристический сектор. В Конаково особенно, Игорь Михайлович коснулся этой темы, интересно, потому что это сложно, трудно, и поэтому, конечно же, интересно решение такой непростой проблемы. Система, она, кстати, во всем мире была. Когда появляются коммуникации быстрее, чем создаются условия для жизни местного населения, то происходит большой отток. Сегодня нам об этом прямо говорили люди, сколько предлагают, допустим, в Московской области. И то, что Игорь Михайлович, как губернатор, ставит задачу выстроить систему балансов интересов людей, в первую очередь. Создание условий для маломобильных групп населения, ну и, конечно, это касается, доступная среда вопроса, который касается не только людей с особенными потребностями, но и наших ребятишек, мам с колясками. Я думаю, что это то, что будут жители особенно ждать с приходом транспортной реформы. Поэтому, конечно же, хотелось поблагодарить в первую очередь жителей за эту инициативность, за созидательность. Все прозвучавшие вопросы поручено проработать областным ведомством. В свою очередь губернатор предложил создать группу общественников в Конаковском районе и других муниципалитетах для сбора обращений жителей и дальнейшей их передачи в областное правительство.